День города Ремонт как подарок на Новый год. 79-летней женщине-инвалиду, в квартире которой произошел пожар, помогают общими усилиями. Стараниями администрации города привели в порядок комнату, а студенты и неравнодушные рязанцы занимаются кухней и ванной комнатой. О том, как идет ремонт, в сюжете Дина Исляевой. В квартире, где проживает женщина-инвалид и сын, который не может отойти от больной матери ни на шаг, произошел пожар. Сделать своими силами ремонт семья не смогла, о проблеме написали неравнодушные люди в соцсетях. Сейчас Мария Кожухова в госпитале для ветеранов. Ее уговорили туда переехать на время ремонта. Женщина не может передвигаться самостоятельно, а там о ней позаботятся и подлечат. Из комнаты вынесли старую мебель, убрали мусор. Сейчас они скажут, что в квартире произошел пожар. Силами администрации города была отремонтирована комната. Проведен был косметический ремонт, поклейка, шпаклевка стен, натяжной потолок, линолеум, установка пластиковых окон. Ремонт идет с 10 декабря. За это время здесь собрались неравнодушные рязанцы. Девушки помогают разбирать вещи, наводить в порядок. Мужчины выполняют основные работы. У нас есть Никита, отвечает за строительство, то есть он все делает сам. Вот Дмитрий, сейчас который делает ванну, он в сантехнику, то есть все он делает, все на нем. То есть это все неравнодушные люди тоже. Они ни за деньги, ни за что. Впереди еще большая часть работ. Предстоит полностью заменить коммуникации, установить новую сантехнику. Дефицита средств нет, денег удалось собрать достаточно. Не хватает рабочих рук. Добровольцы находятся в квартире практически с раннего утра до позднего вечера и будут рады любой помощи. Дина Ислева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Рухнуло около 100 мостов. Это статистика по России менее чем за год. Главной причиной – превышение допустимых нагрузок, старение сооружений и плохое содержание. Сейчас, по данным Росавтодора, пятая часть из более чем 40 тысяч мостов страны находится в неудовлетворительном состоянии. Есть ли угрозы для рязанского моста через Аку, выяснил Валерий Седов. Работа при конструкции дорожного полотна освещала, наверное, каждая СМИ в городе. А вот под мост не заглядывал никто. Так что же здесь происходит? Давайте выясним. Как говорят эксперты, узнать прочность моста визуально можно, взглянув на его опоры. Это большие бетонные колонны, которые выдерживают весь вес. А нагрузка на них падает колоссальная. Мост на Солочью закончились строить в 1972 году. Строительство заняло 4 года. И с тех пор этот путь является важной городской артерией. О дальнейших работах на мосту неизвестно. Из сообщений в средствах массовой информации стало понятно, что к 2006 году трещины на опорах стало видно невооруженным глазом. А из бетона уже виднелись куски арматуры. Поэтому вскоре начался ремонт. Действительно, в 2009-2010 году проводились ремонты на этом мосту. Но они проводились именно на несущих конструкциях. На самих несущих балках. Мы их также ремонтировали, укрепляли. Ремонтировали то, что там оголенная арматура уже была. С тех пор прошло несколько лет. Время взяло свое. Местами заметны трещины. Правда, эксперт поспешил успокоить. Защитный слой не отвалился. То есть нет ржавления конструкций арматурных. Те, которые как каркасов. Арматурных каркасов. Это уже финишная обработка. Здесь идет протекание. Либо здесь, исходя из этого, где-то, скорее всего, желоб, в который вода бежит. Обыкновенное намокание бетона. То есть в данный момент здесь ничего страшного нет. Вадим Кизелев судил о состоянии моста по фотографиям со съемок. Для того, чтобы вынести лучшее решение, нужна лабораторная экспертиза неразрушимым способом. Второй важный аспект – сами опоры. У нас нет рыжих пятен. Рыжие пятна образуются в связи с тем, что отскакивает, отваливается, отскакивает защитный слой. Это как минимум 5 сантиметров до арматурного каркаса. Здесь у нас защитный слой не отвалился. Ржавых пятен не видно. И даже не видно намокание. Поэтому в данный момент вот эта вот колонна, по крайней мере, вот эта, никаких опасений не вызывает. Конечно, все эти суждения выносятся без экспертизы. По словам специалистов, за мостом должны постоянно следить. Люди, которые делают обходы, обращают внимание на трещины и намокания. На опорах они начнут идти именно с углов. Это и будет первым звонком. Тогда работы по реставрации необходимо начать как можно быстрее. И, что примечательно, на движение по самому мосту. Они никак не повлияют. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город. Губернатор прокомментировал повышение взносов на капитальный ремонт. Сейчас сумма составляет 8 рублей 2 копейки с одного квадратного метра. В будущем году она будет 11 рублей 65 копеек. Этот тариф может стать самым высоким не только для Центрального федерального округа, но и для всей России. При этом правительство считает, что новый тариф доступен для населения. А необходимость его принятия обоснована. На самом деле вообще фонд компремонта был несбалансирован все эти годы ужасно. Скажем так. То есть, сдвигали виды ремонта на 16-15 год для того, чтобы отремонтировать фасады. Благородная очень, естественно, цель. Но, тем не менее, это привело к тому, что в 17-18, 19-20 средства сокращаются, которые были потрачены тогда. И скоро уже просто ремонтировать будет не на что. То есть, денег просто в фонде капитального ремонта не останется. Губернатор отмечает, что тариф на капитальный ремонт не менялся в течение шести лет. По его словам, при сохранении текущей тенденции, в ближайшей перспективе денег на деятельность фонда капитального ремонта просто не останется. А тем временем фонд проверяет на предмет коррупции и ограничения конкуренции. Соответствующее обращение в федеральную антимонопольную службу направили активисты ОНФ. По их данным, фонд капитального ремонта заключает договора с подрядчиками, только если в договоре прописан срок оплаты работ в течение 730 дней, то есть двух лет. Срок немалый, поэтому контракты берут только нужные организации, которые уверены в быстром получении денег. Напомним, что в этом году более 80% тендеров по капитальному ремонту выиграло муниципальное предприятие РСУ-1. Однако к качеству проведенных работ есть серьезные претензии, как у жителей города, так и у проверяющих органов. Куда убирают снег? На этот вопрос нашли ответ рязанские водители. Оказалось, что с платных парковок его переносят в необслуживаемую зону, вместо того, чтобы вывозить на специальные снежные свалки. В ситуации разбирался Валерий Седов. Стоит ли платить 20 рублей за неубранное парковочное место? Автолюбители сходятся в едином мнении. Нет. Говорят, платные парковки и так, словно вирус распространяется по городу. И встать на них просто невозможно. Где-то снег, а в другом месте и вот целая гора. Сгружают после уборки. Вопрос в том, кто должен это убирать. Когда платные парковки только появились, городская администрация заявила, что согласно инвестсоглашению, убирать их должен именно оператор, то есть компания Ростелеком. Вот только они, в свою очередь, заявляют, что обязаны снег только чистить, а вывозить его должна именно администрация. Госучреждение ответило, что в соответствии с ГОСТом на содержание дорог, этим должен заниматься организатор платных парковок, компания Ростелеком. За этим матчем в пинг-понг бесперестанно следят водители. Им просто интересно, когда же снег будет убран, как и обычным людям. Старообрядческий проезд, дом 9. Комплексные дома. Видно, как будто за домами. Свалку для снега устроили. Интересно, откуда такое распоряжение пошло. Снег с улицы выбрасывают около жилого дома. Это кадры, снятые очевидцем. Вопрос в том, уникальное это явление или носит массовый характер. И как быть жителем, чей двор превратился в свалку. Ситуация повторяется постоянно и, вероятно, произойдет опять. Так, по рассказам местных жителей, снежная гора появилась и на тропе Паустовского. И хоть бороться с подобным у людей сил практически не осталось, они все равно продолжают. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город. Распитие спиртных напитков закончилось двойным убийством. Оно произошло 13 декабря. Установить и задержать подозреваемого удалось по горячим следам, благодаря совместным действиям следователей и сотрудников полиции. Под подозрением оказался житель Рязани, которого ранее неоднократно судили, в том числе за убийство. К мужчине, который снимал квартиру на улице Новоселов, пришли двое знакомых. Они выпивали. Застолье переросло в словесный конфликт. В ходе ссоры 28-летний гость, взяв кухонный нож, нанес своему 32-летнему оппоненту несколько ударов. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте преступления. После этого подозреваемый предложил своему знакомому, который снимал квартиру, совместно скрыть следы преступления. Получив отказ, подозреваемый нанес несколько смертельных ударов ножом потерпевшему, а затем скрылся с места преступления. Подозреваемого удалось оперативно задержать. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательств. Назначены необходимые экспертизы. Устанавливаются и допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается. Дина Исляева, Станислав Кудайшов, телекомпания «Город». Пыталась поджечь незнакомца. После незначительной ссоры девушка облила бензином водителя, который подвозил ее до дома. К счастью, мужчина выжил. Подробности трагедии в нашем сюжете. Выпила в кафе и вызвала такси. Летом этого года жительница Ряжска совершила покушение на убийство с особой жестокостью. Она хотела добраться до дома, но водитель остановился для дозаправки. Мужчина взял из багажника двухлитровую пластиковую бутылку с бензином, чтобы залить содержимое в бак. В это время между Янчуркиным и Лугачевым произошла словесная ссора по незначительному поводу. В ходе которой Янчуркина выхватила из рук Лугачева бутылку с бензином, которым облила тело и одежду последнего, поднесла зажигалку с горячим плавенем и Лугачев сгорелся. Оказывать первую помощь Янчуркина не стала. Вместо этого просто ушла с места преступления. Она надеялась, что водитель умрет и улик не останется. Однако скрыться преступнице не удалось. Суд признал подсудимую виновной в совершении преступления, предусмотренной частью 3 статьи 30 пункт Д, часть 2 статьи 105 УК РФ. Назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания с правительной колонии общего режима. Наказание Ряжского районного суда вступило в законную силу. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». О бесплатных видах врачебной помощи рассказали специалисты Министерства здравоохранения России. Они отмечают, что пациенты не должны платить за первичную помощь, которую оказывают фельдшеры, акушеры, участковые терапевты и педиатры. Бесплатной должна быть скорая медицинская помощь, когда требуется срочное врачебное вмешательство, а также специализированное с использованием сложных технологий, новых, уникальных и ресурсоемких методов лечения. Памятки, которые разработали в Министерстве здравоохранения, также сказано, что россияне не должны платить за медицинскую реабилитацию, ЭКО, диализ, химиотерапию при злокачественных заболеваниях и транспортировку стационарных пациентов для диагностических исследований, если их невозможно провести в данном медучреждении. Бесплатными являются назначения и применения в стационарах препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших, назначение и применение компонентов крови и лечебного питания, а также размещение пациентов в маломестных палатах по медицинским или эпидемиологическим показаниям. Если же госпитализация нужна ребенку до 4 лет, то одному из его родителей или законных представителей в стационаре бесплатно предоставляется спальное место и питание. Неравнодушные сердца добровольцы из волонтерского движения «Голос сердца» организовали новогодний праздник для пациентов областной детской клинической больницы. Там побывала Мария Рудая. Праздничная атмосфера Нового года в стенах областной детской клинической больницы прошел настоящий праздник. Главное веселье устроили миньоны, которые сделали ребят своими шпионами. Они помогали Деду Морозу найти подарки. Ну и какой праздник без снегурочки и снеговика? Мы пришли, чтобы подарить хотя бы немножечко новогоднего настроения деткам данной больницы. Поздравить их и подарить подарки от Дедушки Мороза. Ну, мы очень любим дарить радость деткам и хотим в этот день тоже немножечко тепла донести каждому ребенку. Добой частичкой данного мероприятия. Михаил Шилин уже закончил курс лечения. В этом году он лежит в больнице второй раз. Мальчик – постоянный гость пульмонологического отделения уже пять лет. Он, как и все мальчишки, больше всего любит уроки физкультуры. Хотя у него есть определенные ограничения. Еще мечтает о конструкторе лего. Но в письме Деду Морозу Михаил написал самую заветную мечту. Чтоб я не болел. Мама Миши признается, праздник ей понравился. Она уверена, такие мероприятия для детей надо проводить как можно чаще. Здесь дети лежат с серьезными заболеваниями, которые немножко ограничены по своим заболеваниям, ограничены по времени, по посещениям. И мы очень довольны, что такие мероприятия периодически проходят. То есть дети у нас, да, они заняты, они как-то отвлекаются, они участвуют в мероприятиях. Песочное и бумажное шоу, интерактивная программа с аниматорами, фотобудка и еще много интересного провели для пациентов ОДКБ волонтеры из Москвы. Это уже второе мероприятие, которое организуют ребята в стенах больницы. Первым стал праздник для детей онкологического отделения «Я люблю тебя, жизнь». Новый год решили провести для каждого маленького пациента. Очень важно, когда ты болеешь, чтобы вот был человек, были люди, которые тебя поддерживают, дарят тебе вот эту радость, тепло, заботу. И ты не сидишь в унынии от болезни, а стараешься выздороветь и радуешься. Вот эта любовь, она ведь согревает. В областной детской клинической больнице проходит лечение детей со всего региона. В среднем это 360 человек, 11 отделений. Дольше всего лечатся в онкогематологическом. Эти пациенты не смогли сами присутствовать на празднике, поэтому праздник пришел к ним. Главный врач больницы Инна Лебедева признается, для детей с самыми разными заболеваниями больница дарит не самые хорошие воспоминания. Поэтому общая задача – скрасить их пребывание в медучреждении. Ребенок у нас пребывает в любой больнице, когда он пребывает, он же испытывает стресс. Он испытывает стресс, он испытывает душевные переживания. Поэтому, естественно, все, что создается ему с добром, с теплом, с пожеланиями, хороших эмоций, это его отвлекает от не совсем хороших мыслей. То есть это убирает у него страх, страх перед медицинскими какими-то манипуляциями. В завершении праздника каждый пациент получил новогодний подарок. Но самое главное, что не по-детски серьезные лица ребят озарила. Искренняя улыбка. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Потап Рязаныч. Такое имя получила скульптура медведя из лесопарка. Его выбрали жители Рязани путем голосования. В опросе приняли участие более тысячи человек. За Потап Рязаныча проголосовало 42% из них. Напомним, что отдать свой голос можно было за одно из пяти имен. Среди них Умка, Каспарыч, Карпуша и Рязаныч. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте. город62.тв и в группе в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Хорошего вечера и до встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаем тишину и комфорт загородной жизни. Реализуем квартиру в новом жилом комплексе «Полянка». Недалеко от Рязани в Полянах. Перед домом оборудована детская площадка. Имеется достаточное количество парковых мест. В шаговой доступности пруд, детский сад, школа, мини-маркет. Телефон 27-55-55. Телефон 27-55-55.